Георгий Владимирович спрашивает про Исаака в Ветхом Завете о получении Исаака. Исаакова благословение Якову, вопреки желанию Исаака, с помощью матери Левеки, обманным путем, когда Исаак продал за чечевицу первородство. Скажите, как можно воспринимать эти действия, в чем стал промысел Божий с первородством Исаакова? Выкуп первородства за похлебку Якова, подмена Яковом собой образа брата перед отцом своим Исааком. Святой Анзо Тарус называет это похвальным воровством, а детально ничего не излагает. Но видите, здесь есть несколько вещей, во-первых, самые святые, они не до конца святые, то есть те, которые по-настоящему святые люди, они тоже имеют некие червоточины. То есть Бог не стыдится называть себя Богом Авраама, Исаака и Якова. Я, говорит Господь, Бог Авраама, Исаака и Якова. Это великие имена, великие люди, и Бог не стыдится к себе самому принять эти имена, называть себя их именем. Однако и у того, и у того, и у того есть пятна, грехи, слабость, недостатки. Это очень спасительное знание для нас, чтобы мы не страдали перфекционизмом, чтобы мы не хотели, не ждали абсолютно непорочности от себя или от окружающих. Даже Авраам, даже Исаак и даже Яков имели слабости и не всегда поступали прямо и четко. С одной стороны. С другой стороны, Исаак не был достоин первородства через свое отношение к нему. То есть такое оно было у него, так оно ему было нужно, что он ради этого красного этого, дай мне этого, вот этого красного поесть. Вот за чечевичные похлебки, значит, решился на замену драгоценнейшего состояния. То есть, да, пожалуйста, забирай. Как его заберешь? То есть, нужно было произнести глупые слова, да, забирай. Потом все остальное, это уже была техника, дело техники. Каким образом уже потом получить благословение Отца, начало было положено таким вот безбожно-пренебрежительным отношением Исаак к своему первородству. Поэтому бойтесь потерять благодать, бойтесь потерять избранничество. То, что невозможно пощупать и ощутить, можно тоже потерять через одно неосторожное слово. Да ладно, подумаешь, забирай. И она рано или поздно заберет в таком случае. Так что здесь мы видим, что уходит достоинство от того, кто недостоин, и переходит к другому, который более достоин. Хотя тот второй, который более достоин, Исаак, он тоже не абсолютно свят. Он тоже с грехом пополам живет. Вот таковы условия падшей жизни. Мама хитрит, отец вслепнет, брат продает, второй брат по научению мамы забирает. То есть, в общем-то, помните в Евангелии есть такая интересная фраза такая, что было два сына у человека, у отца. И он говорит одному, иди работай, виноградники мои. Он говорит, не пойду, а потом пошел. Второму говорит, иди работай, виноградники мои, пойду, и не пошел. Любопытно, что нет ни одного из этих двух сыновей, который бы сказал, пойду и пошел. Понимаете? То есть, нет такого, никто не ведет себя просто свято и чисто. А один говорит, не пойду, а потом раскаялся, а второй говорит, пойду, а потом не пошел. То есть, это говорит о том, что дырявое человечество, дырявое. И нет в нас целости. То есть, даже самые святые из нас имеют в себе пятна и пороки, что видно на истории Исаака и Исаака. Такие вот дела. Вот наш сегодняшний, блок наших сегодняшних вопросов. Много их, и, конечно, сложные, они, честно вам скажу, непростые, но это говорит хорошо о вас, потому что вы проявляете себя как люди такие дотошные, умные, небезразличные, такие, с которыми приятно иметь дело, приятно общаться. Мир вам, благословение Христово, да будет на всякой крещенной душе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин